Планету словно специально перед праздниками раздирают на части природные катаклизмы. Предновогодний Лондон сковала льдом, Майорка полыхает, на острове Бали экологическая катастрофа. И все эти напасти в самых популярных среди наших соотечественников туристических местах. Мария Коровина убедилась, это как раз тот случай, когда дома действительно лучше. Летели в тропический рай и приземлились в центре большой помойки. Чтобы добраться до моря, туристам приходится преодолевать полосу препятствий из ржавых консервных банок, пустых бутылок и упаковок из-под фастфуда. В воде тоже немало сюрпризов. Когда я пошла купаться, увидела горы мусора. И хотя местные пытаются все это убрать, грязь никуда не исчезает, ее приносят из воды. Мусор действительно попал на в прошлом сказочный остров после сезона мусонов. Каждый день грузовики увозят больше 100 тонн отходов. На импровизированных субботниках местные жители и туристы ежедневно разгребают завалы грязи. Но чище от этого не сильно становится. Пришлось объявить на Бали чрезвычайное положение. Кута, самый знаменитый пляж Бали, столкнулся с проблемой мусора. Мы очень встревожены, ведь к нам перестанут приезжать иностранцы. На грани чрезвычайной ситуации сейчас и Европа. Эти кадры с Майорки, откуда срочно эвакуируют туристов. Курортная зона полыхает из-за аномального пекла. А это уже Великобритания. Снежный циклон невероятной силы в одночасье обесточил королевство. Тысячи британцев сейчас замерзают в собственных домах. Из зоны бедствия ни уехать, ни улететь. Катастрофические пробки на дорогах, самолеты, заваленные снегом по самую крышу. В буквальном смысле. Это ужас какой-то. Мой рейс несколько раз откладывали. Потом совсем отменили. Чтобы купить новый билет, нужно простоять в очереди не меньше 10 часов. Застрявшие в залах ожидания аэропортов пассажиры, похоже, смирились с тем, что будут отмечать Новый год прямо здесь, на полу. Автомобилистам, которые собирались уехать на праздники к родным или друзьям, не остается ничего другого, как веселиться прямо посреди обледеневшего шоссе. Американцам погода тоже испортила праздничное настроение. На Атлантическом побережье США снегопад и холода стоят такие, что там находят замерзших насмерть акул. Огромная баржа вмерзла в лед. Спасатели уже сутки пытаются пробиться и освободить огромный танкер. Мария Коровина, известие специально для РЕН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok